Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Живут, мы знаем, насколько они меняются сейчас, это уже целое пространство научное и для досуга какие-то встречи проходят языки, курсы языковые, много-много всего. Так ли это? Да, это так. И слышите, какой у меня голос сегодня? Прекрасный голос. Отличный, но он точно был потерян после вчерашних событий. У нас очень много было вчера в библиотеке. Премия «Большая книга». Нас посетило огромное количество писателей, были замечательные абсолютно люди. Но, видите, очень далеко всё от спокойствия, поэтому голос, уж извините меня за такой голос, я постараюсь, чтобы он пришёл в норму. Да, вы знаете, библиосеки — это очень далеко не только хранилище книг, как это принято считать, это далеко не такие спокойные места, где люди приходят покопаться в каких-то запыленных полках. Нет, это абсолютно живые пространства, абсолютно живые люди. И мы верим в то, что библиотеки — это прежде всего не только место, где хранятся книги, а это место для общения. Общение людей с книгами, общение людей между собой. И это очень важно в эпоху засилия, такой, знаете, диджитоксикации нашей жизни, интернет везде. Поэтому место живого общения. Чем живёт сейчас Российская государственная библиотека? Расскажите нам. Как и всегда, живёт книгами, живёт интересными людьми. Мы одна из крупнейших библиотек в мире. Давайте вам расскажу такую небольшую для затравки байку о том, кто самый большой в этом мире. Мы это любим. Вы знаете, библиотеки очень любят сопоставлять или мериться друг друга фондами, у кого больше фонд. Вот формально считается, что самая большая библиотека в смысле фонда — это библиотека Конгресса в городе Вашингтоне, США. У них фонд 156 миллионов документов. Формально наш фонд — это 47 миллионов документов. Но есть тонкость. В соответствии с учётом американским, газеты считаются поштучно, а мы считаем газеты годовыми подшивками. Поэтому неизвестно, кто из нас больше. То есть если брать единицы непосредственно, то вы, может, даже и обходите. Ну, если говорить серьёзно, мы действительно одна из крупнейших библиотек в мире. Я думаю, что мы где-то на первом-третьем месте в зависимости, конечно, от принципов учёта. Да. Вот смотрите, с какого момента, мне интересно, вот эта вся вообще история с библиотеками, вот эта тенденция изменения вообще существования началась. То есть когда примерно вот этот вот курс на такую модную струю, какая сейчас в библиотеках... Современная история, да, началась. Ну да, да, да. Когда это всё случилось? Вы знаете, я думаю, что всё это от... не то чтобы безысходности, а, конечно, было некуда деваться. Библиотека всегда была точкой доступа к знаниям. Знания по определению — это всегда было что? Книги. 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 И был такой, знаете, эксклюзив. Книг недостаточно, книгу можно найти в библиотеку, поэтому всегда есть своя аудитория. Как только появился интернет, как только появились альтернативные возможности получить доступ к знаниям и даже к книгам, как ни странно, то понятно, что библиотекам пришлось думать о какой-то новой модели взаимодействия со своей аудиторией. Конкурентоспособность. Абсолютно так. И эта модель подразумевает не только склад книг, а ещё и линейку мероприятий, ещё и образовательные курсы, изучение языков и так далее. И вот в этом, мне кажется, основной тренд, что это не только точка доступа к книгам. Друзья, что ещё в современной библиотеке мы узнаем чуть позже. Будьте в компании страны FM. Скоро продолжим. У нас продолжается программа «Наука и технологии». В гостях сегодня у страны FM Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Да. Скажите, пожалуйста, Вадим, вот библиотеки сейчас, насколько они посещаемые аудитории? И зачем приходит в первую очередь ваш читатель? Ну, то есть, только ли взять книгу на дом? И кто это? И кто это, да, в основном? Расскажите. Вы знаете, посещаемость библиотек – это, конечно, очень неоднородное явление. Есть очень успешные библиотеки, где фактически стоит очередь, есть библиотеки пустые. Давайте поговорим об успешных библиотеках, которым не посчастливилось иметь отношение так или иначе, например, иностранка. Вы знаете, за 2017 год, почему 2017 год, потому что он целиком уже подведён, мы можем об этом поговорить. Есть очень точная статистика. Вдвое больше стала аудитория, вдвое больше стало читателей по сравнению с 2016 годом. То есть, за год увеличилась аудитория вдвое. А почему так произошло? Появились несколько очень точно сфокусированных на задачах аудитории международных культурных центров, франкотека, центров изучения немецкого языка. И вы знаете, когда мы думаем об аудитории и точно пытаемся угадать их потребности, то обычно даёт очень хороший результат. В иностранке появилась очень хорошая свободная открытая зона на первом этаже, там появилось замечательное кафе с лучшим в Москве кофе. И иногда это не только книги, а то, что вокруг создаёт атмосферу. И я считаю, что это тоже очень важно. Очень похожие изменения происходят во многих московских библиотеках. Мы видим, что меняется интерьер, меняется обстановка, открываются кафе. И я считаю это очень позитивным явлением, потому что только книги... Ну, как место встречи такое, да? Послушайте, даже если вы хотите написать статью или диссертацию, вам на это потребуется несколько часов. Но, извините, каждый захочет сделать небольшой перерыв и передохнуть или выпить чашку кофе. Поэтому надо дать такую возможность в удобной атмосфере. А кто приходит? Молодёжь? Какого возраста? Всё-таки кто это? Основные студенции? Это вот очень-очень интересное наблюдение. Опять-таки, позвольте мне сказать пару слов об иностранке. То, что в основном прирост аудитории был за счёт молодых людей в возрасте от 25 до 32 лет. Которые изучают языки, изучают социологию, некоторые другие профильные науки по теме иностранки. И, конечно, им очень нравится атмосфера библиотеки, им нравится проводить там время. Правильная тусовка. Как ни странно, да, правильная тусовка. И более того, вы знаете, мы столкнулись с таким эффектом, что, когда было запущено достаточно современное кафе и современный интерьер, то очень много было в Инстаграме и в Фейсбуке таких, знаете, селфи. Ты не поверишь, но я в библиотеке. И это создаёт поток, создаёт интерес, как говорится, хайп, если можно использовать такое слово. Но если мы, может, говорим про иностранку, надо сказать, там же много разных центров, американские и так далее. И там приходят люди, которые непосредственно ещё изучают тот или иной язык. Дают книгу в языке оригинала. И там как раз ещё и проходят всякие курсы, спектакли. Да, действительно, год назад появилось достаточно много курсов иностранных языков. Это и Гёте, и Сервантес, и Данте. И мне кажется, это очень важно. Люди погружаются в среду, имеют возможность пообщаться на языках и с носителями, в том числе, и взять книги почитать, и взять учебники. Такой, знаете, был очень смешной, я бы сказал, пример. Была у нас странная инициатива. Мы провели спид-дейтинг на десяти языках в стенах иностранки. И это было, по-моему, очень интересно. Друзья, мы вновь прервёмся, и будьте со страной ФМ, у нас интересный разговор сегодня. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ». Мы, друзья, это телерадиоканал «Страна ФМ». Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки в программе «Наука и технологии». Мы сегодня говорим о книгах, о разных книгах, о том, что происходит в этом интересном, полезном мире. Смотрите, у нас сейчас цифровая эпоха, да, Вадим, и люди читают, дай бог, если читают, на электронных носителях. И не всегда это такие масштабные какие-то произведения о формате, ну, прочитать пост какой-то в социальных сетях, статьи. Интересно ваше отношение к этому, и как под это время меняются библиотеки тоже, в частности. Вы знаете, я очень далёк от того, что нужно противопоставлять электронные книги, бумажные книги, или как-то спорить на эту тему, что лучше, что хуже, и клеймить позором ретроградов, читающих книги бумажные, либо, знаете, инновационных молодых людей, которые читают книги на смартфонах. Всему есть своё время и место. Я люблю бумажные книги, но с одной оговоркой. Если ты хочешь в спокойном режиме прочитать книгу до конца, понять тонкости душевных терзаний, героев, я думаю, что бумага подходит очень хорошо. Если ты должен просто вспомнить какую-то статистическую информацию, обновить цифры, какой-то факт, почему это не электронная книга, тоже совершенно хорошо. Я просто пытаюсь понять, можно ли, знаете, в стиле СМС, такого короткого электронного послания, пересказать Анну Каленину, чем всё кончилось. Ну, мы знаем, чем, но попробуй погрузиться во всю эту пучину душевных переживаний, если ты не листаешь страничку за страничкой, долго погружаясь. Не созреешь, не успеешь. Согласитесь, да. То есть, мне кажется, смысл вот какой. Научные книги, образовательные книги вполне могут быть электронными. Там, где тебе нужна какая-то сухая информация, сухие факты. Но для того, чтобы понять тонкости человечественных взаимоотношений, лучше понимать людей, их мир, их психологию, я бы сказал, что бумажные книги для этого подходят немного лучше. По одной простой причине. Точнее, по двум. Причина первая. Там есть последовательное, линейное изложение. И причина номер два. Ну, нет там гиперссылок, куда ты случайно выпадаешь и не понимаешь, где ты оказался. И потом вот так переходишь бесконечное количество раз. Поэтому аккуратно, спокойно, с погружением. Хорошо. А что касается жизни библиотек, они тоже как-то форматируются? С электронными носителями. Конечно, конечно. В электронную эпоху. Вы знаете, библиотекарь делится на две категории. Есть категории людей, которые считают, что интернет, цифровой мир, он убивает идею библиотек. Я лично считаю, что это для нас очень хорошие новые возможности. Приведу пример. В мире издается около 4 миллионов наименований книг ежегодно. И очевидно, что процентов 10 или 15 из них, если будем просто пользоваться стандартным принципом 80 на 20, всегда 20 процентов. Используется чаще, чем 80. То очевидно, что около 1 миллиона книг, издающихся в мире, они могут быть интересны так или иначе нашей аудитории какой-то широкой. Абсолютно невозможно физически закупить 1 миллион книг и разместить их каждый год в нашем книгохранилище. Обновлять, обновлять, чтобы старые оставались. Поэтому теоретически получить доступ к возможности почитать эти книги на экране монитора или напечатать эти книги по требованию, а это типичные технологии, современные, интересные. Конечно, это хорошая возможность для библиотек. Мы — точка доступа к знаниям. И интернет, и цифровые возможности только расширяют то, что мы можем предложить. Вадим, а как получается... Я понимаю, например, традиционно взять книгу в библиотеке. Пришел, взял, вернул. Как с цифровой книгой? Аренда этой книги на какое-то время? Вы знаете, вы почти как юрист задаете этот вопрос. Но, тем не менее, есть такой термин англоязычный. Звучит он как digital lending. Книга выдачи в электронном виде. И я считаю, это прям будущее. Мы должны научиться, безусловно, цифровые книги также выдавать в пользование. И мы это уже делаем. У нас есть несколько замечательных проектов с крупными агрегаторами электронных книг. И мы уже научились выдавать книги на 14 дней. Как электресс, да? В электронном виде, в том числе электресс. То есть вы на свой смартфон получаете книгу абсолютно так же, как вы бы ее купили. Ну, как абонемент. Да, да, да. Просто она через 14 дней исчезает. И вам не надо за это платить. Здорово, конечно. Ребята, будущее наступает. Не забывайте ходить в библиотеки. Да, и не забывайте, что одна из причин, почему мы этим занимаемся, есть такое расхожее мнение, что в интернете есть все, и оно все бесплатно. Но ведь это не совсем так. Настоящий, проверенный, достоверный, интересный контент всегда стоит деньги. Или будет стоить каких-то денег. Поэтому библиотеки вполне готовы взять на себе функции, если хотите, платежного агента по обеспечению современного доступа к современному контенту. Это справедливо. Да, вернемся скоро. Да. Дамы и господа, мы продолжаем. Вадим Дуда по-прежнему на стране ФМ, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Да. Мы хотели бы вот что спросить. Поговорили, Вадим, по поводу учебников, учебной литературы, того, что развивает. Что есть еще из литературы? Так это художественная литература. Как здесь? Что читают? Что пользуются наибольшей популярностью сейчас? Расскажите. Берут ли на дом книги, либо читают в читальных залах? Как это сейчас происходит в основном? Акунин, Пелевин, кто-то еще. Что сейчас вообще? Каким именно? Донцова, да, что? Тут, знаете, нужен какой-то специальный джингл, потому что сейчас начнутся ужасы нашего городка, как говорили, помните, по телевизору. Давайте начнем вот с чего. Вы знаете, очень, по-моему, позитивная происходит сейчас вещь, она в том, что возвращается мода к знаниям и к интеллекту. Становится модно быть умным и образованным. И прежде всего у молодого поколения. И я считаю, что в этом есть залог нашего успешного будущего, потому что библиотеки – это как раз о том, как нужно учиться, о том, что есть доступ к знаниям. Храм знаний, да, действительно. Храм знаний, абсолютно так и есть. Но вот тут сейчас начнутся ужасы нашего городка. Знаете, какая книга самая спрашиваемая за несколько лет в Ленинге? Конечно, вы не угадаете, поэтому не будем даже гадать. Нет, не Конституция, все гораздо лучше. Это учебник по патологоанатомии. Так, интересно. Может быть, их студентов отправляют? Кто это? Так вот, это просто говорит о том, что Ленинг не совсем релевантная точка для того, чтобы отслеживать спрос на художественную литературу. К нам ходят, прежде всего, учиться, писать дипломные работы, диссертации и так далее. Поэтому такой достаточно нетрадиционный выбор. Но интерес к современной литературе, он высок. И, кстати, из Ленинг ничего не берут домой. У нас нет абонементной формы обслуживания. Все должно сохраниться в библиотеке. Почитать можно только в читальном зале. Поэтому очень интересно, конечно, посмотреть на статистику спроса среди библиотек районных, городских, города Москвы, других городов, что читают. Я уверен, что где-то на пике будет Гузель Яхина со своими замечательными книгами. Зулеха открывает глаза. И дети мои, если помните, новая книга тоже абсолютно замечательная. Поэтому приятно, что молодые авторы находят путь к сердцам читателей. Они им интересны. Это замечательно. Смотрите, вот библиотеки сейчас конкурируют друг с другом, которые есть, например, в столице Москвы. Либо это, наоборот, такие партнеры, которые проводят вместе акции. Вот интересное взаимоотношение между библиотеками сейчас. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы у нас была, конечно, такая здоровая, настоящая конкуренция. Ничего этого плохого я не вижу. Но об этом сложно говорить со стороны Ленинги. Потому что очень тяжело конкурировать с Ленингой. И все-таки мы очень большая библиотека, очень крупная. Поэтому очевидно, что слишком много ресурсов, слишком много книг. И действительно с нами конкурировать сложно. Хотя я уверен, что если мы говорим о конкуренции за такое, знаете, чуть более досуговое время наших читателей, за художественную литературу, за обучение, образование продолженное, то, конечно, есть возможности конкуренции даже с Ленингой. А партнерство, наоборот, совместное сотрудничество? А партнерство, я считаю, это очень важно. Я считаю, что мы должны научиться работать вместе. И мы, национальные библиотеки России, и крупные федеральные библиотеки, небольшие библиотеки. Вы знаете, в Иностранстве одним из наших любимых, я бы сказал, проектов, была такая инициатива строительства небольших библиотек в селах и в районах нашей замечательной страны. И было запущено несколько проектов. И, вы знаете, очень большое удовлетворение, когда ты видишь, как у местной власти, губернатора, который приезжает в село на открытие библиотеки, знаете, открываются глаза на то, какой может быть библиотека в селе, и какой она становится востребованной и успешной. То есть сейчас такая тенденция, да? Сейчас в стране, если говорить, улучшается. Как только власть начинает обращать внимание на, давайте скажем, на библиотеки, давайте говорить о библиотеках, и вкладывается в обновление пространства, в обучение персонала, в то, чтобы осознать, что такое современная библиотека и попытаться это реализовать, то результат, отклик от местного сообщества не заставит себя ждать. Одна из библиотек, она стала по-настоящему центром местного сообщества. А дальше, знаете, очень интересно, библиотекарь стал депутатом местного совета депутатов, ну как же, электорат, понимаете, очень большое влияние. И мне кажется, в этом тоже есть какой-то очень большой смысл, в том числе и политический. Библиотека должна стать площадкой диалога между местным сообществом и властью. Мультимедийные данные, вот как-то здесь вы храните видеофайлы, аудиофайлы здесь? Да, конечно, мы храним мультимедийные файлы, но, знаете, я думаю, что в этом очень большое будущее. Я думаю, что если говорить о книгах, то самый растущий тренд, самый растущий сегмент этого рынка – это аудиокниги. И, конечно, об этом мы тоже будем думать, как научиться эти книги собирать, хранить и, конечно же, предоставлять в доступ. Но также можно, как Литрес, например, на 14 дней давать подписку. Да, вы уже говорили, как юристы, очень много лекарных проблем, но, тем не менее, мы должны научиться с ними, конечно же, работать. Давайте вообще расскажем нашей аудитории, слушателям, зрителям, что в библиотеку записаться очень просто, потому что многие смотрят на эти шикарные издания, никогда не были там, и кажется, что это какое-то такое общество закрытое, что ли. А на самом деле ведь процедура весьма простая. И в любую библиотеку нашей страны, правильно я говорю, можно записаться и стать постоянным человеком, посетителем. Все мы помним, знаете, эти легенды, и «Москва слезам не верит», помните, я достала билет в Ленинку, сцена в курилке и так далее. И стереотип наверняка еще существует. Любой человек может сейчас попасть в этот легендарный третий зал с зелеными лампами, там все так же замечательно. Для этого не нужно никаких специальных разрешений. И связей. И более того, были у нас несколько заметных таких, скажем так, осторожно, событий в этом году, и каждое из этих событий, которое создавало интерес к библиотеке, выливалось в то, что очередь на получение читательского билета, и очередь, чтобы записаться в библиотеку, она тут же моментально вырастала. Хайпанули, в общем. Хайпанули, да, да, неосознанно. Сейчас, да, друзья, мы скоро вернемся, но потом продолжим общаться с Вадимом. Не переключайтесь, будьте в компании «Страна.ФМ». Друзья, мы продолжаем, есть еще несколько минут пообщаться с нашим гостем. Напомню, что Вадим Дуда в гостях у «Страны.ФМ», руководитель Российской государственной библиотеки. Да, генеральный директор. Да. Скажите, Вадим, как попасть сейчас в Российскую государственную библиотеку? Что нужно сделать? Может быть, человек приехал из другого города в Москву, может ли он посмотреть, что там происходит, побывать? Попасть может абсолютно любой человек. Как? Станция метро-библиотека имени Ленина. Это мы знаем, конечно. Адрес очень простой. Очень простой. И для этого не нужно никаких специальных документов или специальных разрешений. Достаточно просто приехать в библиотеку. И можно записаться, получить читательский билет и получить доступ ко всем нашим фондам. Можно прийти, ну, пройтись, посмотреть. Конечно, конечно. Потому что вызывает интерес. Вы знаете, у нас есть целая серия замечательных экскурсий, потому что иногда мы не осознаем, насколько историй заключено в книгах и с чем они могут быть связаны. Давайте расскажу буквально о двух таких книгах или трёх. Одна из книг – это личный экземпляр Евангелия Достоевского. Представляете, с какими переживаниями можно столкнуться, просто взглянув на эту книгу. И мне кажется, для каждого из нас это может быть абсолютно сакральный объект. В нашей коллекции находится, например, пожалуй, самая известная и самая дорогая, если хотите, когда-либо напечатанная книга в мире – это Библия Гутенберга. Их очень мало. Всего 48 известных экземпляров во всём мире. Одна из них, одна из лучших, сохранившихся в лучшем виде и самых, наверное, дорогих, в смысле ценностей. Ценных. Это, конечно же, у нас. И наша коллекция абсолютно безгранична, об этом можно говорить часами, и всё равно мы не сможем описать даже небольшую толику того, что находится в наших богатейших фондах. Но давайте ещё немножко другой тип экскурсий. Мы считаем, что в библиотеке живут очень хорошие привидения. И я думаю, что какие-то экскурсии могут... Конечно, конечно, привидения Рубакина, мы в это верим. Должны быть такие привидения в нашем замечательном учреждении. Поэтому экскурсии – это очень хорошая возможность посмотреть на библиотеку изнутри, прикоснуться к нашим тайнам. И я уверен, что после этого очень многие захотят стать читателями нашей библиотеки, и появится интерес к книгам. Где найти информацию? На сайте, вот если человек хочет записаться на экскурсию? Кроме того, у нас есть целая линейка замечательных выставок. Сейчас проходит одна из лучших, на мой взгляд, выставок. Называется «Книги старого дома». Посвящена истории детских книг, причём детских книг до 1917 года. Она заканчивается царской семьёй, и там есть книги из личных коллекций наших исторических персонажей. И одна из книг, которая, я думаю, понравилась бы нашим слушателям, это, знаете, такой прообраз ужастиков, которые так любят иногда наши дети. Она называется «Стёпка-растрёпка», это книга, изданная в Германии, книга Гоффмана. Я думаю, что она совершенно по-новому позволит взглянуть на детскую книгу. Так что очень много историй, очень много интересного, если наши уважаемые... Ну, это, кстати, да, прекрасное знакомство, прийти на выставку в библиотеку. Конечно, конечно. Почему бы нет, бывает первый раз, например. Это не просто какие-то книги, это истории вокруг книг, истории нашей страны, как она связана с книгами. Так что, уважаемые слушатели, приходите, уверен, что вы не будете вас за чиновниками. Вадим, к наследию Ленина Владимира Ильича, как сейчас интерес? Кто читает? Историки, молодёжь, люди старшего поколения? Потому что, ну, там книг-то, я думаю, хватает. Я думаю, что книг, конечно же, хватает. Есть очень... Скажите, а вот вы помните что-нибудь из наследия Ленина? Апрельские тезисы? Нет. Или что-то подобное? Нет. Ну, вот видите. Значит, давайте вычеркнем молодёжь. Судя по всему, молодёжь Ленина не читает. Уверен, что историки, конечно, это интересно, это часть нашей истории. Но хотелось бы вспомнить вот о чём. Вы знаете, Ленинка начиналась как Лумянцевский музей, и начиналась прежде всего как коллекция очень редких книг, очень особенных книг. И всегда эта традиция, она была очень важна для Ленинка, для нашей библиотеки. И обычно к редким книгам относятся по некоторым критериям. Это очень серьёзная наука. Либо критерий по возрасту книги, по дате её публикации, либо критерий по тем особенностям, которые возникли в процессе бытования книги. Как у Достоевского. Но вы знаете, в середине 30-х годов появилось ещё такое интересное вводное, абсолютно идеологическое свойство, что необходимо в фонды редких книг включать творения, отличающиеся высокой идеологической ценностью. Так что мы надеемся, что всё-таки этот период мы прошли, и наша коллекция в основном будет состоять, конечно же, из тех книг, которые по праву будут в неё включены. Конечно, я имею в виду коллекцию наших редких книг и специализированные фонды. Эксклюзив такой. Скоро уже начинается новый 2019 год. Какие планы, какие замыслы грандиозные? Что в плане о библиотеке? Расскажите. Ленинка должна оставаться, я надеюсь, будет оставаться, замечательной классической библиотекой, которую мы все любим. Каких-то особенных инноваций. Я не думаю, что это дело Ленинки. Конечно, мы будем совершенствовать наше пространство. Мы постараемся сделать её чуть более удобной. И современной. Но в целом, хочу сказать, что это абсолютно уникальная библиотека, и такой она и должна остаться для будущих поколений. Согласна. Спасибо вам огромное. Безумно интересно. С удовольствием придём, посмотрим, ощутим ещё раз, друзья. И мы, конечно, рекомендуем вам читать эти книги, ходить в библиотеки, это сейчас модно. В гостях у нас был генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Вадим, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Интересная беседа. С наступающим Новым Годом и с наступающим Днём Рождения. Спасибо вам большое. До новых встреч, Вадим. Спасибо огромное.